всем привет начинаю чтением новой книги ну я как бы не то чтобы долго думал но обдумывал какую же много разных книг интересных и и решил книгу которая называется мифический человеком месяц или как создаются программные системы фредерик брукс эта книга была напечатана еще в 1975 году и эта книга как бы издание своего рода библии для разработчиков программного обеспечения во всем мире что-то что-то здесь возможно устарела поэтому когда я буду читать ее буду полностью зачитывать то есть не буду на ходу там переобуваться и останавливаться и не читать то что якобы устарела ну не даже не то что якобы потому что некоторые архитектуры которые здесь будут приводиться в книге их давно уже нет но суть книги как бы не об этом можно сказать и человеческим отношениям тысячи лет и там 100 200 и 300 лет назад писались какие-то книги как-то это фиксировалось как нужно там строить отношения как строить то как все и и все равно на человечество и люди наступают постоянно на одни и те же грабли поэтому эта книга на мой взгляд полезно она не такая большая как книга совершенный код стива макконнелла но тем не менее здесь много действительно полезных мыслей размышлений и указаний да и да желательно чтобы ее прочитали ну я не говорю чтобы прослушали мое изложение но прочитали менеджеры руководители проектов как минимум чтобы прочитали ну а как максимум извлекли что-то полезное из этой книги ну что же давайте приступим ну и читать я буду буду стараться по главам и так голова первое смоляная яма самая яркая сцена доисторических времен это борьба огромных животных со смертью в смоляных ямах воображение представляет динозавров мамонтов и саблезубых тигров пытающихся высвободиться из смолы чем отчаяннее борьба тем сильнее затягивает смола и как бы ни был силен или ловок зверь в конечном итоге ему уготована гибель такой смоляной ямой последние десятилетия было программирование больших систем в ней сгинул не один большой и сильный зверь по большей части это происходило в области систем где мало кому удалось реализовать спецификации уложиться в график и бюджет большие и малые массивные и жилистые одна за другой эти команды увязли в смоле казалось ничто в отдельности не вызывает трудностей одну лапу всегда можно вытащить но накопление действующих одновременно и взаимосвязывая взаимовлияющих факторов все более и более замедляет движение вызывает удивление неприятность возникшей проблемы и распознать ее сущность нелегко но нужно это сделать если мы собираем собираемся ее решить поэтому начнем с определения того что такое системное программирование и какие радости и печали она таит системный программный продукт время от времени можно прочесть в газете о том как в не оборудованном гараже пара программистов сделала замечательную программу оставившую позади разработки больших команд и каждый программист охотно верит в эти сказки поскольку знает что можно создать любую программу со скоростью значительно превышающий те тысячи операторов в год которые по сообщениям пишут программисты в промышленных бригадах почему же до сих пор все профессиональные бригады программистов не заменены одержимыми дуэтами из гаражей нужно посмотреть на то что собственно производится вот вы видите рисунок в левом верхнем углу рисунка находится программа она является завершенным продуктом пригодным для запуска своим автором на системе на которой была разработана в гаражах обычно производится такой продукт и это тот объект посредством которого отдельный программист оценивает свою производительность есть два способа которыми программу можно превратить в более полезный но и более дорогой объект эти два способа представлены по краям рисунка при перемещении вниз через горизонтальную границу программа превращается в программный продукт эта программа которую любой человек может запускать тестировать исправлять и развивать она может использоваться в различных операционных системах и средах и со многими наборами данных чтобы стать общеупотребительным программным продуктом программа должна быть написана в обобщенном стиле в частности диапазон и вид входных данных должны быть настолько обобщенными насколько это допускается базовым алгоритмом затем программу нужно тщательно протестировать чтобы быть уверенным в ее надежности для этого нужно подготовить достаточное количество контрольных примеров для проверки диапазона допустимых значений входных данных и определение его границ обработать эти примеры и зафиксировать результаты наконец развитие программы в программный продукт требует создания подробной документации с помощью которой каждый мог бы использовать ее делать исправление и расширять я пользуюсь практическим правилам согласно которому программный продукт стоит по меньшей мере втрое дороже чем просто отлаженная программа с такой же функциональность при пересечении вертикальной границы программа становится компонентом программного комплекса последний представляет собой набор взаимодействующих программ согласованных по функциям и форматам и в купе составляющих полное средство для решения больших задач чтобы стать частью программного комплекса синтаксис и семантика ввода и вывода программы должны удовлетворять точно определенным интерфейсом программа должна быть также спроектирована таким образом чтобы использовать заранее оговоренный бюджет ресурсов объем памяти устройство ввода вывода процессорное время наконец программу нужно протестировать вместе с прочими системными компонентами во всех сочетаниях которые могут встретиться это тестирование может оказаться большим по объему поскольку количество тестируемых случаев растет экспоненциально она также занимает много времени так как скрытые ошибки выявляются при неожиданных взаимодействиях отлаживаемых компонентов компонент программного комплекса состоит по крайней мере втрое дороже чем автономная программа с теми же функциями стоимость может увеличиваться если в системе много компонентов и наконец в правом нижнем углу рисунка находится системный программный продукт от обычной программы он отличается во всех перечисленных выше отношениях и стоит соответственно в 9 раз дороже но это действительно полезный объект который является целью большинства системных программных проектов радости профессии почему заниматься программированием интересно какими радостями вознаграждаются те кто им занимается во первых это просто радость получаемая при создании чего-либо своими руками как ребенок радуется делая куличики из песка так и взрослый получает удовольствие создавая какие-либо вещи особенно если сам их и придумал я думаю что этот восторг отражение восторга господа творящего мир восторга проявляющегося в индивидуальности и на визне каждого листочка и каждой снежинки во вторых это удовольствие создавать вещи которые могут быть полезны другим людям глубоко в душе мы испытываем потребность в том чтобы другие использовали результаты нашего труда и считали их полезными в этом отношении программная система по своей сути это тоже что и изготовленная ребенком подставка для карандашей папе в подарок в третьих это очарование создания сложных головоломных объектов состоящих из из взаимодействующих движущихся частей и наблюдения за их работой круг за кругом демонстрирующий результаты изначально заложенных принципов компьютер с работающей на нем программой обладает доведенным до высшего предела очарования игорного или музыкального автомата в четвертых это радость получаемая от неизменно от неизменного узнавания нового проистекающего из неповторимой природы задач в том или ином отношении задача всегда ставится по-новому и тот кто ее решает получает новые знания либо практически либо теоретически либо те и другие вместе наконец наслаждение доставляет работа со столь поддатливым материалом программист подобно поэту работает почти непосредственно с чистой мыслью он строит свои замки в воздухе и из воздуха творя силой воображения трудно найти другой материал используемый в творчестве который столь же гибок прост для шлифовки или переработки и доступен для воплощения грандиозных замыслов однако программная конструкция в отличии от поэтических творений реальна в том смысле что она движется и работает производя видимые результаты которые отделимы от самой конструкции она печатает результаты рисует картинки производит звуки приводит в движение рычаги в наше время осуществилось волшебство мифа и легенды с клавиатуры вводится верное заклинание и экран монитора оживает показывает то чего никогда не было и не могло быть таким образом программирование доставляет удовольствие поскольку отвечает глубокой внутренней потребности в творчестве и удовлетворяет чувственные потребности которые есть у всех нас печали профессии не все однако в радость и если предвидеть присуще этому ремеслу огорчение то они легче переносятся во первых необходимо безошибочная точность действий в этом отношении компьютер также напоминает волшебство один неверный знак одна пауза в заклинании и чудо не состоялось человеку не свойственно совершенство и оно является необходимым лишь в немногих сферах его деятельности мне кажется что при освоении программирования труднее всего привыкнуть к требованию совершенства кроме того постановка задач обеспечения ресурсами и предоставления информации осуществляется другими людьми редко удается контролировать условия работы и даже ее цели на языке администрирования это означает что полномочия ниже ответственности впрочем похоже что в любой работе где должен быть получен результат формальная власть никогда не соизмеримо с ответственностью на практике фактическая власть приобретается в результате успешного выполнения задач зависимость от других имеет особенно неприятную систему системному программисту сторону он находится в зависимости от программ написанных другими людьми и эти программы зачастую плохо спроектированы слабо написаны получены в неполном виде и плохо документированы поэтому программисту приходится тратить многие часы на изучение и исправление вещей которые в идеале должны быть полными доступными и годными к использованию следующий минус связан с тем что разработка грандиозных идей это удовольствие а поиск паршивых маленьких жучков это всего лишь работа в каждом творческом деле бывают ужасные периоды однообразного и кропотливого труда и программирование не является исключением далее оказывается что при отладке программы стоимость является линейной если не хуже хотя можно было предполагать некое квадратичное приближение к окончанию в итоге отладка продолжается долго причем на поиск последних более сложных ошибок уходит больше времени чем на отыскание первых последняя горесть а часто и последняя капля это то что продукт на который было положено столько труда оказывается устаревшим в момент своего завершения или даже раньше коллеги и конкуренты уже с пылом работают над новыми и лучшими идеями и уничтожение плода вашей мысли уже не только задумано но и запланировано на самом деле положение обычно лучше чем кажется в то время как ваш продукт уже завершен этот новый и лучший продукт как правило отсутствует на рынке о нем лишь много разговоров и для его разработки потребуется месяц настоящий тигр не пара бумажному если требуется реальное использование если требуется реальное использование реальное существование имеет преимущество конечно технологическая основа разработки всегда развивается как только разработка проекта закончена он становится устаревшим в смысле заложенных в нем концепций но для осуществления реального проекта необходимо разбиение на стадии и уровне судить о том является ли некая реализация устаревшей можно лишь сравнивая ее с другими существующими реализациями а не с реализованными идеями трудность и цель состоят в том чтобы найти реальное решение для реальных задач в установленные сроки используя имеющиеся ресурсы таково программирование это и есть смоляная яма в которой увязли многие проекты и творчество со всеми радостями и печалями для многих радости значат гораздо больше чем печали для них и написана эта книга в попытке проложить какие-то мостки через это болото ну глава первая закончилась поэтому на сегодня все подписываемся делимся ставим лайки комментируем до новых встреч всем пока субтитры